Гости вечеринки по случаю 50-го дня рождения Дженнифер Энистон, начавшийся вчера поздно вечером, не поверили своим глазам, когда в зале ресторана при отеле Sunset Tower Hotel в Лос-Анджелесе появился Брэд Питт. Хотя слухи о том, что Дженнифер пригласила его на свой праздник начали ходить уже некоторое время назад, никто не думал, что все же Питт отважится прийти к Дженнифер. Его брак с Анджелиной Джоли фактически завершился еще два с лишним года назад, так что Брэд может считать себя совершенно свободным человеком. Однако все это время он старательно дистанцировался от своей бывшей супруги номер один, то есть Энистон. По всей видимости, Питт не хотел давать лишний повод для слухов о том, что дружба с Дженнифер сыграла свою роль в крушении его брака с Анджелиной. К слову, после того как Энистон объявила о том, что решила завершить свое сопружество с Джастином Перу, сплетники решили, что ее воссоединение с Питтом — решенный вопрос. Но за последний год Дженнифер и Брэд ни разу не появились вместе на публике. Однако теперь Питт решил, что уже достаточно играть в прятки. Он принял приглашение Энистон, подтвердив, таким образом, что восстановил свои контакты с Дженнифер. Причем ему не пришлось пожалеть о своем решении, он прекрасно провел время в компании Звездной компании, собравшейся на вечеринке. Как стало известно, на празднике собралась немало звезд первой величины, включая Роберта Дауни-младшего, Орландо Блума, Кэти Перри, Барбрус Трейзен, Дайан Китон, Эленда Дженерис, Дэвида Аркета, до этой вечеринки Брэда и Дженнифер в последний раз видели вместе на публике 15 лет назад. Питт и Энистон прожили в законном браке 5 лет, прежде чем объявили в 2005 году о своем решении развестись. Причем, Брэд тогда не просто бросил Дженнифер, он оставил ее ради Джоли.